всем привет нет вы не заблудились вы находитесь на канале вяжем с юлей дохновой по превью вы естественно уже поняли что у нас мужская безрукавка так начнем с самого начала для того чтобы вязать такую безрукавку что нам надо правильно пряжа пряжа и спицы которыми мы будем с вами вязать пряжа пряжа это у нас alize lanagold classic я делала обзор на покупки и там вам показывала ее и говорила что я буду вязать с нее безрукавку так вот alize lanagold classic 100 грамм 240 метров спицы нам производитель рекомендует от четверки до шестерки здесь у нас 51 процент акрила и 49 процентов шерсти цвет цвет у нас номер 214 я покупала 4 таких матка 4 ма . и осталось у меня вот отсюда я смотри вот вязала но по ним видно что он такой хлипенький и этот по сути остался целый моток то есть на мужскую безрукавку по размерам которые я вам сейчас расскажу хватит можно влезть смело с узорами которые кушают пряжу можно влезть в 3 мотка при том что у меня еще не стандартная она я вязала горловину потому что заказчик мой макс привет он просил чтобы была горловина чтобы был у него ворот такой и у меня это все с воротом так вот с пряжей мы разобрались дальше у нас идут спицы спицы я брала четыре с половиной кстати такими же я вязала с такой же пряжи себе зеленый свитер я оставлю ссылку в описании под этим видео там такая кнопочка синяя еще и я там внизу оставлю ссылку на обзорчик точно с такой пряжи вязала и вязала спицами четыре с половиной чтобы полотно у меня было плотно и ну зима же грядет правильно вещь такая заказывается для того чтобы согреться поэтому и должно быть максимально плотно хотя вот и там где косы все равно вы же знаете как это все происходит и какие здесь тонкости спрятаны под этими косулями по размерам данного свитера высота у меня была 69 объем груди 98 и объем талии 95 но я вязала 98 без никаких прибавок ну немножко вот здесь уже в конце прибавки делала совсем совсем немножко вот их тут пару штук это перед вот объем 95 но я всего 98 старалась делать чтобы оно подошло длина пройма рукава 23 высота плеч у меня вот здесь вот 16 высота плеч здесь 16 охват шеи точнее объем шеи 58 сантиметров ну точнее горловины объемчик вот этот вот чтобы пролезла голова но здесь получилось немножко плотнее хотя я и старалась но я думаю но налезет после стирки еще немножко подтянулась ну пускай лучше она будет плотно горло чем потом будет расхлябана на 10 сантиметров такой пряжи у меня было в расходе 15 петель чик на 104 сантиметра я поделила на 2 немножко я увеличила потому что вдруг пряжа сядет ну и я мерила же на голое тело а без рукавка будет одеваться у нас уже непосредственно на какую-то водолазку рубашку но там это уже сам решит хозяин в общем получается 52 сантиметра одна сторона но так как нужно учитывать что у мужчин спина больше я на спинку взяла 54 петли она перед 58 дальше 50 сантиметров это все в сантиметре сейчас дальше сразу я вязала первую спину посчитала что у меня восемьдесят одна петля уходит на мой зад чтобы вывязать правильно резинку нужно посчитать какое количество петель должно быть чтобы правильно потом у нас получилось две петли я добавила для сшивания того 83 и одну добавила для отчетности дальше перед получился нас 50 сантиметров у меня получилось 60 76 петель плюс две петли для сшивания и того 78 провязав резинку нужной высоты переда а еще ну чтобы понимали зад у меня это лицевая гладь обычная лицевая гладь вот она а перед у меня идет уже с вот такими вот ранами косами узорами ну в общем с такими вот жгутами я вывязываю нужную высоту мне резинки такую как я хочу хотите больше вяжите больше хотите меньше вяжите меньше никогда не стоит придерживаться какого-то стандарта это же вязание это полет фантазии так вот провязав нужную высоту резинки 2 на 2 спицами напоминаю четыре с половиной я высчитываю так чтобы у меня была центральная моя полоса по центру затем я вижу с одной стороны вот у меня раппорт 9 лицевых 2 изнаночные потом идет 4 лицевых изнаночные 8 лицевых изнаночные потом опять сколько господи раз-два-три да правильно с двух петель лишь с двух с трех шесть у меня здесь лицевых все чтобы это было симметрично я села и себе вот так вот расписала смотрите вот первая у меня кромочная а для начала сколько всего петель должно быть 78 мои писульки главное что я понимаю 78 делю их на двое чтобы у меня был правильный центр смотрите я вижу первую кромочную это я считаю записываю себе чтобы потом понять прибавляю 9 лицевых ну вот захотелось мне именно 9 лицевых дальше я вяжу 2 изнаночные для того чтобы отделять наши косы давайте их косами буду называть потом я вижу 6 лицевых 2 изнаночные 8 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 1 лицевая и таким образом это вот наша половина получается половина нашего переда четко 39 петель я сидела на калькуляторе прибавляла эти петли и вот так вот у меня получилось дальше в обратном порядке чтобы пойти в эту сторону мы же с вами вяжем по одну линию чтобы симметрично получилось вот первая лицевая вот лицевая дальше 2 изнаночные вот 2 изнаночные 6 лицевых 6 лицевых 2 изнаночные 2 изнаночные 8 8 и вот так вот я в обратном порядке пишу себе для первого раза чтобы я поняла и не запуталась что это у меня есть если вам так проще вот реально садитесь и расписывайте себе если вы это все в голове можете понимаете то почему бы и нет но я написала так чтобы не запутаться и чтобы у меня получилось все ровненько здесь затем я набираю а вот эти вот петли себе здесь вот в лицевых этих наших косах я добавляла одну петлю вот сколько мне нужно допустим здесь 6 петель и опять петель провязываю те что у меня есть и одну прибавляю чтобы немножечко разбавить и не сильно чтобы стягивала наш нашу безрукавку я вот так вот подобавляла везде по одной петле добавила в изнаночном ряду провязала что видела и все и вижу что касается узора я оставлю ссылку еще раз повторю под кнопочка еще оставлю ссылку на узор у меня уже на канале он вышел там я показала рапорт узора как вяжется это коса и как вяжется эта коса вы же там подставить и посмотрите как какая их высота и как я там сделала чтобы у меня были скрещивание на одном ряду я подогнала эту высоту косы под скрещивание в этой косе чтобы не путаться чтобы в одном ряду я сделал скрещивание и больше не заморачивалась что мне нужно еще и где-то делать дальше мы с вами вяжем 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 нужную высоту меряем там ходим ну вы это все прекрасно знаете и начинаю я делать убавки первый у меня был подрез где моя песюлечка подрез у меня был шесть петель затем в каждом лицевом ряду я начала делать убавки с этой стороны в лицевом с этой стороны в изнаночном в лицевом в изнаночном делала убавки но я визуально вот смотрю там допустим 4 убавки мне достаточно вяжу вяжу ровно и потом начинаю делать прибавки чтобы выходить на плечики в спинке я вязала плечевые скосы вот здесь он она вот видно перед за счет того что начала вывязывать горловину здесь начала делать прибавки здесь убавки и она так себе начало съезжать и когда я его сшила вот она нормально хорошо легло я надеюсь что как-нибудь макс скинет мне фотография в ее покажу в инстаграме но это не точно но как бы мне хотелось да вот и вы посмотрите как она на него сядет дальше что касается сшивания сшивала это все дело я крючком как всегда мои стандартным любимым желтеньким крючком а я его показывала своих видео уже вы выбираете размер торт тот который вам нравится тот который вам подходит под это все и вы уже им сшиваете чтобы был вот такой вот внутренний красивый шов который ну смотрится достаточно хорошо и ну а не то что от заводского не отличишь но все равно гораздо лучше смотрится чем просто сшить иглой но ведь так как я раньше сшивала пока не умела делать так вот перед получился у меня немножко длиннее но я так думаю что она когда оденется а на нем она будет смотреться хорошо дальше я сшила это все дело и начала вязать рукава по поводу рукавов в следующей части выйдет отдельный мастер-класс и я вам там подробно покажу расскажу как же я набрала и связала эти рукавчики все поворотные ряды мы с вами провяжем я вам расскажу покажу там все объясню сколько рядов что куда насчет рукавов вы не переживайте это будет отдельная практическая часть подробно и дальше у нас был было горловина горловину я вам тоже показала той же части я думаю что после этого видео она эта часть выйдет там буквально через пару дней чтобы не затягивать чтобы вы спокойно сели и уже начали вязать но я думаю пока вы свяжете переднюю и заднюю часть и пока вы уже там к рукавам дойдете так что по да там там нормально все получится дальше вязала я горловину резинкой один на один тоже я вам там показала как набрать в принципе тот же как и набор нашего рукава ну как рукава вот этого вот манжета грубо говоря рукавая так сказала вот и покажу я вам как я же там ее связала а дальше все вы уже увидите в следующих частях я думаю уже в завершенных частях уже там все вам будет понятно я вам покажу как же есть стирала что я с ним делала и как его сушила а на этом у меня пока все ждите следующей части с вами была ваша дохнова юля поставьте пальчик вверх если вам понравилось это безрукавка а я вас обнимаю целую пока пока пока